26 апреля из Москвы в Казахстан прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». И сегодня икона прибыла в шахтерскую столицу. В Караганде миротворческий образ Богородицы будет находиться 11 и 12 мая. Сопровождают икону митрополит Астанайский и казахстанский Александр. В стенах Святоведенского собора состоялась божественная литургия. Здесь собрались сотни горожан. Чтобы поклониться православной реликвии. Икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» является одной из самых почитаемых в православном мире. Богородицу изображают семью мечами, пронзающими ее сердце. На протяжении последних 20 лет икона непрерывно мироточит. На ее поверхности можно заметить благовонное масло, которое и обладает целебными свойствами. История этой иконы начинается около 20 лет назад. И связана с прославлением Матушки Матроны Московской в Лиге Святых. Тогда эту икону приобрели в Софринском магазине. То есть это обычная литография, наклеенная на арголит. И принесли в Покровский женский монастырь. Вскоре после прославления Матушки Матроны, сразу эта икона была приложена к ее святым мощам. Матушки Матроны. И вот после этого икона стала источать из себя маслянистые благоухающие капли. Икона была куплена для домашнего употребления и принесена в обычную московскую квартиру, где находилось какое-то время. Сначала, конечно, никто не знал об этом чуде, но постепенно люди стали узнавать о том, что икона мироточит. Стали помазываться миром, получать какие-то исцеления или благодатную помощь от иконы. И тогда икону стали приглашать в разные храмы в Москву, в Подмосковье. Перед иконой Божьей Матери верующие молятся, прося Господа об исцелении душевных и физических недугов. Верующие просят вернуть любовь родных и близких, а также защитить их от напастей. Мы знали, что привезли к святыню, Богородицу. Мы пришли к святыне попросить о помощи. Мы с креста отзывы храма попросить о помощи. У нас очень много больных лежат в больнице, чтобы здоровые всем были. Чтобы здоровой нашему батюшке было. Икона Царицы Небесной объехала всю Центральную Россию, побывала на Дальнем Востоке, Камчатке, на Алтае и Урале. Много путешествовала в святыне и по Европе, а также побывала в городах Казахстана. Эта святыня отмечена многими чудотворениями. Записаны чудеса, которые происходят от иконы. Во-первых, огромное количество людей получает душевную поддержку, укрепление, разрешение своих проблем, которые их волнуют. Есть и чудеса сверхъестественного характера. Это чудеса, связанные с неисцеленными, с тяжкими болезнями, включая онкозаболевания. И зафиксированы такие случаи, когда по молитвам людей, страдающих этими болезнями неисцельными, Матерь Божия даровала им чудесным образом полное оставление болезни. И они благодарили, славили и хвалили владычицу державную, честнейшую Херувим и славнейшую Бессравнение Серафим. Поклониться чудотворной иконе жители Караганды могут на протяжении всей ночи и до 16 часов 12 мая. Асельцы Замбаева, Лжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.